Недорогие мини-колонки от Tronsmart! Здравствуйте, с вами Ёж, вы на канале Олегит, и хорошего вам настроения! Друзья, если смотрели мою недавнюю распаковку, в которой были вот эти две колоночки от Tronsmart, новинка, посмотрите, какая красота, необычный вообще для Tronsmart цвет. Как только их распаковал, появился интерес и желание посмотреть и спробовать вообще, что это такое. Так что заварите полезный чаёк, берите что-нибудь полезненькое вкусненькое, и будем тестировать. Погнали! Классные, друзья, оригинальные упаковки, однако такой салатовый цвет очень необычный для Tronsmart. Бывают они в разных цветовых решениях. Взял вот такой вот, нельзя сказать, что золотой цвет, какой-то вот такой металлический, скажем так, и чёрный. Совсем аккуратно открыть не получилось, потому что картон очень тонкий. Вот так это всё поставляется, друзья. Смотрите, какая малышка! У неё ещё и сам вуфер, смотрите, а! Я, конечно, покупал какие-то, знаете, дешёвенькие колонки с Алиэкспресс, но вот это уже совсем другой уровень. Уже приятно в руках держать. Друзья, металлическая, действительно металлическая, холодный металл, здесь металлическая сеточка, а здесь пассивочка, смотрите, какая интересная. Презиненные такие, даже силиконовые, скорее, силиконовые ножки. И вот такая малышка, скорее как колонка-брелок. Ладно, сейчас колонки чуть позже. Ну, в принципе, из комплектации всё просто. Шнурок для зарядки из USB на TPC. Что тут ещё нужно? Больше ничего не нужно, потому что колонки очень бюджетные. Шнурочек даже, знаете, такого приятного качества. Ну, а из кнопок управления, то кнопка включения, перелистывание треков, судя по всему. Ну да, здесь две кнопочки, которые приятно щёлкают, они закрыты. И за ним находится порт Type-C для зарядки данной колонки. Здесь у нас всё то же самое. Оп! И вот так же красиво, металлическая, приятненькая такая тёмная. Ну, она прям не чёрная, она, знаете, такой вот тёмный-тёмный графит, даже немножко с синим цветом. Ну, кстати, камера сейчас хорошо улавливает его цвет, такой даже немножко фиолетовый отдаёт. Друзья, не заметил, в каждой колонке есть инструкция, можете поставить на паузу и изучить её. Есть, видите, русский язык. Здесь пробежаться. Bluetooth 5.3. Кстати, класс пульс-защита IPX7, то есть она, в принципе, не боится воды. 5-ваттный динамик, батарея 3,7 вольт, 700 мАч, которая хватает вроде как на 12 часов беспрерывного прослушивания музыки при 50% уровня громкости. Время зарядки около 2 часов. Ну, прибавляем, убавляем процентов 30, и это всё будет где-то так и есть. Вот такие вот красавочки, маленькие, смотрите, как брелочки. Ну, как вы могли заметить в инструкции, к сожалению, нет у них никаких кнопок дополнительных по спариванию, чтобы они как-то вместе работали, разделяли звук на стерео какое-то такое. Но это было бы уже слишком за такую цену, потому что они стоят там по 1000 чем-то рублей каждая. То, что так, в принципе, это удобно, удобно, очень компактно, если она ещё более-менее чисто звучит, а не как вот эти вот дешёвенькие там за 300-400 рублей, которые можно что-то подобное найти на Алиэкспрессе, то это того стоит. О, кстати, прям такое ощущение, что эту форму подбирали, знаете, специально вот так вот, чтобы держать. Ой, я её включил. Такая вибрация уже была. Я почувствовал вот эту пассивочку, представляете? Ну-ка, ну-ка. Удерживаем кнопочку. О-о-о, она прям, знаете, как телефон свибрировала. Появились, как видите, вот обе эти колонки, одинаково они числятся, но их можно разве что по отдельности подключить. Зайдём, на всякий случай, в тронсмарт, хотя вроде-то тут она не должна появиться, тронсмарт-приложение. Не, ну это слишком было бы, чтобы у них ещё и был настраиваемый эквалайзер, это прям чересчур. Кстати, светоиндикатор находится ровно посередине вот этой кнопочки и светит сквозь вот эту резину. И здесь он моргает, то есть идёт поиск Bluetooth, а здесь он просто светится слегка, прям еле-еле. Я думаю, вам даже особо не видно. То есть здесь он моргает, здесь светится. То есть вот эта колоночка у нас подключена, а это всё ещё ожидает. И каждый раз, когда я снимаю обзоры про какие-либо Bluetooth-колонки, динамики, всегда говорю о том, что чисто физически невозможно вам передать то, что слышу я. Потому что ни с какой бинарной головой, ни с какой студией звукозаписи вот так вот это не записать. Потому что вы это будете слушать через динамики своих смартфонов, компьютеров, планшетов, через наушники какие-то. Это всё будет звучать абсолютно по-разному. В таких обзорах стоит опираться только лишь на какое-то объективное мнение, на эмоции того, кто об этом рассказывает. Вы видите, чистые первые эмоции об этом всём. Если это плохое, вы увидите, что это плохое. Ну хотя, не знаю, за такую цену давайте включим первую музыку. Пока кажется очень тихо. Здесь я сделал звук на максимум, а здесь прям тихенько. Но звук чистый. Звук чистый. О, можно перелистывать треки. Видите? Вот я перелистываю треки. Видите? Можно вызывать голосового помощника. Вот он вызвался. Надо его убрать. И всё это управляется, по сути, двумя кнопками. Это удобно. Конечно, можно телефон не доставать. И при помощи этой штуки... Единственное, что я не вижу, как звук меняется. Звук, возможно, не меняется. То есть это только переключение треков и вызов голосового помощника при удержании. А, вот. Звук прям, знаете, на кнопку выключения. Вот так разово просто нажимаете. О, они сконнектились. Как это произошло? Они сконнектились. Значит, в инструкции где-то, наверное, было написано. Но я тогда догадался сам. Вот это уже тема. Вау! Теперь я понимаю, что их стоит покупать, друзья. Я что-то здесь двойным щелчком нажал на кнопку выключения. Кнопку включения-выключения. Мне кажется, уже звука даже достаточно. Кстати, мне уже показалось, что они сейчас громко запели. Две вот как-то запели прям нормально. Короче, они как-то умудрились вот этой вот одной, по сути, кнопкой сделать всё управление. Если понять как, то это всё очень легко управляется. Внизу вы перелистываете треки. Коротким нажатием наверх, где кнопка включения, чуть-чуть ниже, чуть-чуть выше, вы регулируете звук. В принципе, он регулируется. И как-то вот каким-то двойным или тройным касанием у меня получилось включить вторую колонку. Когда она была в поиске. То есть я на ней ничего не нажимал. Вы сами видели? Да, тихо. Безусловно. Это не для каких-то... Но где вам не нужен громкий звук? И вы получаете, друзья, стереоэффект за две с чем-то тысячи рублей. Ну, до трёх тысяч рублей, по-моему, две колонки выходят. В момент распродажи наверняка где-то они будут по 1200-1500. Не знаю, сколько они сейчас будут стоить. Что самое интересное, звучание чистое. По-разному раскидывается звук. Здесь более низкие частоты. Здесь более средние-высокие. Средние кого-то вот здесь вот сходят. То есть настоящий эффект стерео. О, у них даже ритмы, вибрации разные. Тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук. Прикольно. Я, короче, думал их кому-нибудь подарить. Ну, даже продавать там за тысячи чем-то, блин. Такси где-то для встречи выйдет дороже. Но я их себе решил оставить. Ну, блин, прикольно иногда, знаете, когда сильно громко звук не нужно. А вот так где-нибудь там с собой рядышком поставил. Да красота. Или там к ноутбуку подключить их. Почему бы нет? К ноутбуку подключили. Вот он отлично вообще. Или с собой носить где-то. На рыбалочку так тихонечко. Какую-то ауте книгу включить. Там музыка в одной стороне будет тихонечко играть. Или там ауте книга в другой стороне. Да красота. Я еще удивлен, знаете. Вау. Не, ну это классно. Это, знаете, такой пробничек. Блин, не знаю, меня как слышно, не слышно. Мне кажется, прям громкий звук уже пошел. Это, знаете, как некий такой пробничек от Tronsmart. Вот этого самого стереоэффекта, когда две колонки спариваются. И вот такой вот можно как бы в дешевом варианте это ощутить. И мне прям нравится это. Здесь виолончели от симфонического, а здесь гитара. Ну много еще звуков, но прям особо выделяется. Короче, все. Я их оставляю себе. Я прям у них влюбился. У меня уже коллекция Tronsmart. Вот, ну ничего поделать не могу. При том, что это еще не басовая мелодия. И даже не хочется вот так вот слушать, если честно. И хочется сделать вот так. Чтобы... О! Вот так офигенный эффект. Так прям классно. Да, гитара здесь. Да-да-да, больше здесь. О, она здесь играет. Здесь чуть-чуть. В общем, изначально подумал, что это такие игрушки, просто более качественные от Tronsmart. Но по факту превзошло мои ожидания, потому что не ожидал, что их можно парить. Это уже совсем другая история, совсем другой эффект. Так что, что могу сказать. За эту цену вам могу смело рекомендовать. Это офигенная штука. Это даже лучше, чем одна колонка там за 4, наверное, тысячи рублей. 4-5 тысячи рублей. Да, она будет громче. Но опять же, если вам нужен громче, то, конечно, берите одну колонку. 4-5-6 тысячи рублей. Вы можете хорошую Bluetooth-колонку взять. Если вам не нужен громкий звук, и вы хотите ощутить стереоэффект, вот это классная тема. Ссылку на них вы можете найти в описании под этим видео. Поэтому переходите, заказывайте. Я уверен, вам это понравится. Ну, а мне уже не терпится слушать музыку. Ну, а вы, если вам понравилось то, что я поделился с вами опытом, напишите, пожалуйста, приятный комментарий. Палец вверх и подписочка на канал, если еще не подписаны. Всем любви, добра, осознанности и лада в сердце. С вами был Ёж. Пока. Всем вообще, друзья, я сейчас вот так вот колонки слушаю, держу в руках, я не понимаю, что звук идет справа или слева, если честно. Как будто одел хорошие, удобные наушники, которые не ощущаешь на ушах. Вот как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok